Вы даже не можете представить себе, что испытывает мать, у которой так много прекрасных детей, когда она видит их в таком радостном настроении, и когда их дети в полном порядке. It's very satisfying to see you all so much, in joy and complete oneness with the divine. One has to realize only once, that though you are many, still compared to the population of this world, we are very few. People who really know the true knowledge, the real knowledge, you are the people who are knowledgeable, no doubt. But also knowledge which is not being adorned with truth, or which is not the true knowledge, has no meaning. All that vanishes into thin air, because it is art. By your Kundalini awakening, you all have achieved that state, where we can say, you know, you know, what is the real knowledge. Вы знаете, что такое настоящее знание, но подумайте о людях, которым неизвестно, что такое знание. Например, мы говорим, что наше знание есть не что иное, как любовь. Но необходимо понимать и разницу между ними. То знание, которое является любовью, которое находится внутри вас, просто исходит из вашего существа. Вам не нужно заявлять о ней, вам не нужно думать, вам не нужно читать какую-то поэзию или же входить в романтическое настроение. Излучается только лишь чистая любовь, и она также является знанием. Вот как вы должны связывать их. То знание, которым вы обладаете о себе, очевидно, оно совершенным образом выражается на кончиках ваших пальцев. Это также знание о других людях. Вы знаете все и о других, и о себе. Это величайшее, тонкое знание, которым вы обладаете. Ни у кого больше нет его, только вы имеете это знание, как о себе, так и о других людях. Так что это пришедшее к вам знание, которое является исключительно тонким, исключительно тайным, абсолютно секретным. Если вы знаете что-то о ком-то, то знаете это только вы. Другие не знают о том, что вы знаете о них. И это знание, которое у вас есть, не что иное, как любовь. Очень трудно соединить вместе знание и любовь. Потому что наше представление о знании совершенно иное. Как вы можете любить, зная любви, лишь по книгам? Такая любовь означает наши привязанности. В своем невежестве мы привязываемся к людям, к детям, к семьям, к вещам. И если в семье происходит что-то, мы сильно переживаем. Мы не можем этого вынести, если что-то происходит с вашими любимыми, испытываем ужасные ощущения, как будто весь мир опрушился на вас. Затем круг вашей привязанности расширяется и переходит на ваших друзей, на ваших близких, а также на вашу страну. Привязанность к своей стране также не является знанием. Как только вы становитесь реализованной душой, вы начинаете ясно видеть свою страну, видеть, что в ней плохо, какое у нее невежество, в какой темноте она пребывает, и как она сражается за то, что считает правильным. Но благодаря тому знанию, которое есть у вас, вы так ясно видите, какова проблема вашей страны. Затем вы стараетесь решить ее посредством своей любви. А это означает, что силой вашего знания является любовь. Если у вас есть все это знание, но вы просто сидите дома и медитируете, тогда это не имеет смысла. Что вы должны делать, это идти к людям и говорить с ними, вы должны встречаться с людьми, вашими друзьями, близкими, и дальними родственниками, и рассказывать им о своем знании. Если же вы не можете делать этого, тогда в вашем знании нет любви. А ведь между ними существует такая тесная связь. Вам хочется рассказывать всем о своей реализации, вам хочется рассказывать всем о том, что вы реализованная душа. Но делая это, вы чувствуете, что выражаете таким образом свое эго. Хорошо, каким-то другим образом, с помощью каких-то других методов, вы можете выразить им свое обладание системным знанием. Когда у вас есть ложное знание, вы можете развивать свое эго. Вы можете думать, я знаю так много, я знаю об этом, я знаю, какого цвета эти шовры, каковы все оттенки этого цвета, и все остальное, обладая знанием. О любой глупой вещи вы считаете себя великим человеком. Но это также признаки вашей глупости, если вы считаете чем-то великим знанием этого. Сейчас мы обнаружили, что приобретя все знания этого мира, мы не достигли ничего. Продолжаются войны. Приходят всевозможные разрушения. Я видела по телевизору передачу о некоем Джордже, мировом призоре, который убил, который уничтожил столь многих людей. Из-за всякого понимания того, что он делает, но он живет и продолжает очень хорошо действовать. Так что встает вопрос, то ли он не понимает, то ли он понимает и делает это, чтобы исправить людей. И здесь также у нас должно быть полное понимание. Скажем, вчера, когда я приехала сюда, шел сильный дождь. А когда я села, он внезапно прекратился. Его не было до конца всей нашей программы. Его не было, когда я говорила. Но неожиданно, когда вы начали аплодировать, и он начал хлопать. Вот как это было. Так что даже природа знает, кем вы являетесь. Но вопрос в том, что вы должны знать природу. Природа будет действовать в соответствии с уровнем вашей духовности. Удивительно, но я всегда считала, что не может быть уровней духовности. Я чувствовала, что получив реализацию, вы достигаете ее. Но позднее я обнаружила, что ошибалась. Это не так. Я обнаружила, что даже после получения реализации, у людей так много препятствий на пути их восхождения. Существует так много искушений, которые не позволяют им подняться. Поэтому нужно поработать над различными чакрами, над различными надеями, чтобы тем или иным образом достичь совершенства. Потому что только внутреннее совершенство даст вам власть, благодаря которой вы сможете использовать это знание. Как я вам говорила, есть два способа сделать это. Недавно я говорила вам о том, что нельзя реагировать. Человеку свойственно реагировать. Это абсолютно в рамках его природы. Но если вы должны стать сверхчеловеком, тогда вы не должны реагировать. Не реагируя, вы будете расти. Определенно будете расти. Но если вы реагируете, тогда вы не растете. Потому что вы действуете под давлением других вещей, а не своего духа. Например, как я сказал, я вижу этот ковер, я знаю его цвета и все остальное, и я реагирую на них, тогда все кончено. Если я реагирую на них, тогда у меня не будет никакого чувства, позволяющего правильного разбираться в вещах. Если же я не реагирую, тогда я знаю, имеет ли этот ковер вибрации или нет. Излучает ли он вибрации или нет. Но что такое эти вибрации? Это любовь. Такова эта связь. Если у вас есть этот свет, тогда вы видите все. Поэтому, когда вы видите что-то, тогда есть этот свет, и он дает вам восприятие, видение, благодаря которому вы видите. Точно так же, что происходит, когда вы просветлены. Эти вибрации начинают течь, просто как свет. И в их свете вы видите, что является хорошим, а что плохим. Но иногда вы начинаете судить что-то по тем же параметрам, что делают и обыкновенные люди. Скажем, вы приходите в чей-то дом и восторгаетесь, это хороший дом, очень милый дом. Вам все в нем нравится. Но что в действительности нужно знать об этом доме? Хорошие ли у него вибрации или плохие? Стоит ли в нем жить или нет? Как мне как-то сказали, что можно взять в аренду очень хороший и дешевый дом вблизи Мирана, вблизи Милана. Я спросила, почему он такой дешевый? И тут же я почувствовала вибрации этого места. Я сказала, ездили ли вы туда и проверяли его вибрации? Они поехали туда и обнаружили, что от него идет сплошной жад. Затем они разузнали, что в этом здании годами пребывали последователи саентологии. Я сказала, это не то место, где вы можете жить. У вас должно быть очень чистое место для жилья. Даже хижина бедняка может быть лучше этого, так называемого, комфортабельного жилья. Поэтому нужно постоянно пользоваться вибрациями с тем, чтобы понимать все, что вы делаете. Но вы здесь можете ошибаться. Некоторые чувствуют вибрации и говорят мне, «Ма, я чувствовала свои вибрации, и они сказали мне, что я должна выйти замуж за этого мужчину». Я спросила, «Ты действительно чувствовала такие вибрации?» «Да, я чувствовала очень сильные вибрации, я должна выйти замуж за этого человека». А когда я увидела этого человека, то обнаружила в нем бхута. Я сказала, «Боже мой, что за вибрации чувствовала эта женщина?» О чем это говорит? О том, что в вашем суждении нет чистого знания. Посмотрите, как связаны вибрации, которые являются любовью. С еще одним, что должно быть у вас, с сознанием, с чистым знанием, с истинным знанием. Можно сказать, что чистое знание, истинное знание, подобно энергии, подобно электричеству. А существует оно, в виде любви, которую вы чувствуете, и понимаете. Люди же не понимают, что такое любовь. Они сходят с ума из-за какого-то человека и говорят, «Мать, понимаете, я влюблен и влюблена в этого человека». А через пять дней они приходят и говорят, «Мать, я не хочу иметь ничего общего с этим человеком». Почему? Потому что у вас не было чистого знания. Вы не почувствовали чистого знания в этом человеке, посредством своих вибраций. Но посмотрите, как они связаны друг с другом. Можно сказать, что они подобны Солнцу и Солнечному свету. Какая между ними разница? Солнце существует, и когда оно восходит, появляется Солнечный свет. А какая же между ними разница? Или же Луна и Лунный свет? Какова между ними разница? Между этими двумя также нет разницы. Одно из них Луна, второе — ее свет. Так что здесь все очень сильно запутано. А мы не понимаем, сколь запутаны наши представления в отношении всего этого, и как наши вибрации могут направлять нас совсем не туда, куда нужно. Потому что, если у вас есть вибрации, тогда хорошо. Но иногда, даже если их нет, просто чтобы оправдать свои поступки, вы говорите, что действовали в соответствии со своими вибрациями, которые говорили вам, что это очень хорошо, превосходно. А позднее вы обнаружили, что это не так. Так что даже сейчас, когда мы реализованные души, нам нужно знать, что находится вокруг нас, что окружает нас. Такое, что заставляет нас чувствовать, что это что-то хорошее, и оно должно быть у нас. Как только мы начнем понимать, что вибрации чистой любви совершенно иной природы, тогда мы не будем привязываться к этому человеку, к этой семье, к этой стране. Ничего подобного. Что вы чувствуете? То, что к вам приходят чистые вибрации. Это момент, который сильно сбивает вас с толку. Вы говорите, у меня хорошие вибрации, мне нравятся эти вибрации. И в то же самое время вы погружаетесь в океан грязи. Многие задают мне вопрос, почему мы иногда ошибаемся? Это не вы делаете ошибки. Это ваше невежество, которое является темнотой. И вот почему вы попадаете в виду, если вы впадаете в него. Поэтому нужно понимать, что наше знание должно быть совершенно чистым. Предположим, в доме у нас есть грязная лампа. Тогда у нас не будет света. Точно так же, если наше сердце нечистое, особенно наше сердце, тогда мы начинаем делать что-то, считая это правильным. Донося при этом вред себе или другим. Это очень распространенная ошибка, свойственная природе человека, считать плохие вещи хорошими, придавая себе вид такой великой, такой божественной личности. Как я говорил вам, есть люди, которые хотят разделить свою страну. Делая это по одной простой причине. Они хотят этого для того, чтобы быть важными. Эти считанные единицы, стремящиеся добиться своей важности, будут подстрекать других и говорим, да, нам нужна свобода. Если у нас будет свобода, эта страна будет наша, или если они живут более богатой, в более обеспеченной части страны, тогда они будут думать, хорошо, все деньги будут принадлежать нам, и все остальное так же будет у нас. Так что они разделяют. Они разделяют во имя религии, во имя процветания, или чего бы то ни было еще. Но если вы разделяете какую-то страну, фактически вы сталкиваетесь с большой проблемой. Потому что мы видели, что когда бы люди не разделяли свою страну, они падали в своего рода очень темную подземную темницу, из которой они не могли выбраться. И это считанные единицы, чье эго выражается в том, что они хотят владеть какой-то землей, как своей собственной. Но они умирают. И не только умирают, но некоторых из них убивают. И таким образом, все эти представления обладания землей уходят. Это же мы видим и в меньших вещах. Мы очень сильно отождествляем себя и с меньшими вещами. Скажем, если у вас будет это, тогда все будет хорошо. Невозможно понять, как люди просто набрасываются на что-то и говорят, «Мать, это наше, это наше, мы должны что-то делать и для себя». Открыто говорят. Они не считают, что это плохо. Говорят, «Это моя страна, и я должен делать это ради своей страны». Тогда и другой говорит, «А это моя страна, и я должен делать что-то ради нее». До тех пор, пока существуют эти «я» и «мое», это означает, что знания нет. Знание, чистое знание, как я вам сказала, таково, что оно дает вам чистый свет. Чистый свет означает чистые вибрации. Но и вибрации, как я вам сказала, могут вас уводить не туда, а также в количественном плане их может быть меньше или больше. Но есть еще один способ, чтобы увидеть самому истину. Нужно разобраться самому в том, почему вы хотите делать что-то определенное. При этом вы можете также воспользоваться параметром ментального понимания. «Почему я хочу делать это? Какая от этого польза всем? Если вы начнете думать, исходя из этого критерия, какая от этого польза другим? Что они выигрывают благодаря этому? Почему я должен делать это?» Вы удивитесь тому, что получите истинную картину того, что вы делаете. Поэтому нужно постоянно пребывать в состоянии, когда вы наблюдаете за собой, как свидетель, когда вы сами видите причину и цель, по которой вы делаете что-то. Иногда это могут быть какие-то условности, какие-то психологические причины, может быть что угодно. Но если вы начнете тщательно наблюдать за тем, почему вы делаете это, вы удивитесь, что сами ваши вибрации начнут говорить вам, и давать ответы на кончиках ваших пальцев. Но иногда к вам приходят такие поверхностные вибрации, вы говорите, «А, у меня есть вибрации, я то-то и то-то». Именно по этой причине я вновь говорю вам, хотя вы такая хорошая моя семья, и все мы так благословлены, и у нас такие большие знания, нам нужно быть очень мудрыми. А если нет мудрости, если нет мудрости, тогда мы никогда не сможем понять, что же мы делаем. Что нам делать, чтобы выработать эту мудрость? Понимаете, каждый раз, если я говорю это, вы подходите и спрашиваете мне, «Мать, как мы приобретаем мудрость?» Каким образом мы получаем ее? Мудрость уже есть внутри вас, Шри Ганеша уже находится там, это он дает вам мудрость, но вы должны прийти к нему. Есть люди, которые так привязываются к Шри Ганеше, что полностью утрачивают свою личность. Все их отношение становится очень рабским, но они верят в то, что они очень духовные, великие люди. Все такого рода ложные представления не дают никакой пользы, потому что ваш Ганеша действительно дает вам мудрость. Вы должны сосчитать, сколько мудрых поступков вы совершили до настоящего времени, когда вы принимали очень мудрые решения. Были ли вы мудрыми, делая что-то, или же вы делали это только лишь из-за того, что отождествляли себя с определенным стилем жизни или же определенного типа решения. Мудрость – это то, что дает вам, прежде всего, полный мир. Если у вас развита мудрость, вы становитесь очень миролюбивыми, потому что, что бы люди ни говорили, что бы ни делали, какую бы агрессию они ни проявляли, что бы это ни было, вы миролюбивы, и вы видите глупость другого человека, другого народа, и вы понимаете, почему они делают это. Для людей эта мудрость очень важна, потому что животные не наделены ею в той же мере, что и мы. Конечно, иногда бывает, что у нас ее оказывается меньше, чем у животных. Но все же, благодаря опыту, мы должны учиться тому, что мы совершали ошибки. До сих пор мы совершили такое множество ошибок. Что же, мы собираемся приумножать их число, или же мы будем мудрыми? О мудрости нельзя судить по внешности. Вы не можете, глядя на кого-то, сказать, что он мудр. Но по вибрациям вы узнаете, что этот человек обладает чрезвычайной мудростью. Он может говорить, а может и молчать. Если он говорит, то говорит о чем-то таком глубоком, таком мудром, таком хорошем, говорит, не нанося вам обижения. Если вы становитесь мудрыми, тогда у вас развивается такого рода характер, и он остается таким, чем бы вы ни сталкивались. Например, некоторые очень привязаны к своим детям. До такой степени привязаны, что они забывают, что являются неотъемлемой частью этой божественной силы. и начинают творить всевозможные вещи. Я как-то повстречалась с женщиной, сын которой был очень болен. Она поместила его в больницу, и врачи напичкали его всевозможными лекарствами, от которых его состояние еще сильнее укусило. Тогда она позвонила мне, мать, я не знаю, что случилось, и обратилась к врачам, которые назначили ребенку такое лечение, от которого ему стало хуже. Но почему же ты не обратилась прежде всего ко мне? Почему ты первым делом пошла к врачам? Отсутствие мудрости. Я нахожусь рядом. Почему не спросить меня? У нас здесь, в Кабеле, был один подобный случай. Один ребенок упал и сломал руку. Его мать, не проявив ни малейшей мудрости, поместила ребенка в больницу, и врачи сказали ей, завтра мы будем оперировать вашу девочку и сделаем ей искусственную руку. Отец же этой девочки был разумным человеком. Он сказал, вы будете делать операцию завтра, тогда я сегодня заберу девочку домой. Он принес девочку ко мне в 3 часа ночи, и я сказала, ничего страшного. Я вылечила ее. Когда же на следующий день он доставил ее в больницу, врачи сказали, сейчас нет необходимости в операции, потому что ее рука в порядке. Видите, в чем разница? Те, кто беспокоится вместо того, чтобы обратиться ко мне, проконсультироваться со мной, немедленно бегут к врачам, и они сахаджа йоги, и они идут и просят врачей сделать что-то. А после того, как врачи начнут лечение, они приходят ко мне. Я должна сказать, что в сахаджа йоги произошло множество чудес. И здесь вы должны видеть, как мудрость помогает вам. Конечно, мое внимание постоянно находится на вас, в этом нет сомнений, но все же вы не должны принимать это как должное. Вы должны просить. Однажды я сидела и думала, что нужно позвонить в Нью-Йоркский Ашрам. Я никогда не звоню туда. Я нашла номер, их телефон, позвонила им и спросила, порядки ли ребенок. Лидер был удивлен, потому что этот мальчик упал в воду и находился там довольно долго. Так что он весь был полон воды. Она была даже в его мозге. Как обычно, врачи сказали, что он не сможет выжить. А даже если он и выживет, то он не сможет быть нормальным, потому что в его мозг попало так много воды. Я же просто сказала, не беспокойтесь, мальчик будет в полном порядке. Я же ничего не знала о нем. Никто ничего мне не говорил о нем. Они были удивлены тем, что я им сказала. Прежде всего, тем, как я узнала, что есть такой мальчик и что он попал в воду. А затем, они не знали, как я могу говорить, что он поправится. И он поправился. Он стал совершенно здоровым. Они были удивлены моим знанием о том, что есть мальчик, который так болен. По этому поводу я скажу, что это чистое знание. Понимаете, мое внимание постоянно находится на вас. Оно постоянно наблюдает за вами. Как мне становится известным все благодаря тому, что мое внимание глобальное. глобальное. Поэтому, когда с вами что-либо происходит, когда случается какое-либо расстройство, когда имеет место какое-либо отклонение, мое внимание направляется туда. И немедленно мне становится известно, что это что-то не так. Я же не знаю, как мое внимание достигает этих определенных мест, но в результате их жизнь становится лучше. и оно помогает тем людям, которым оно необходимо. Я не делаю ничего в отношении этого внимания, но это внимание является мудростью, мудростью, которая распространяется повсюду. Благодаря этой мудрости вы знаете, что не так с другим человеком, либо с любой другой организацией, входящей в сахаджа-йогу. Становится известным все. Если вы хотите знать, то это что-то другое. Здесь же вы просто знаете, как будто одновременно вы находитесь всюду. Например, если вам нужно позвонить, вы должны воспользоваться телефоном. Мне же не нужно пользоваться, я просто знаю. Так что это исходит из чистой, невинной мудрости, присущей ребенку. Она находится всюду, она вступает в связь и говорит, в чем дело, в чем проблема. В сахаджа-йоге были излечены многие, многие люди. Если они спросят меня, мать, как мы исцелились, что вы сделали, видели ли вы наши чакры, обнаружили ли вы, что не в порядке у нас? Нет, я не делала это. Но в своей мудрости я предоставила Парамчайтане выполнить эту работу. Это главный вопрос. Можете ли в своей мудрости оставить все Парамчайтане? Если вы не можете этого сделать, тогда вы еще не почувствовали настоящего знания внутри себя. Таков уровень некоторых людей. Я сейчас не столь уверен в том, что все, кто получили реализацию, так уж наполнены чистым знанием. Некоторые, да, но не все. Они учатся на своем опыте. Они учатся, встречаясь с людьми, но мудрость, чистая мудрость, труднодоступна им, потому что они не положились полностью на Парамчайтане. Что бы ни происходило, Парамчайтане знает, она понимает, она организует, она любит, она делает все. Это и есть энергия. Она делает все. И как она справляется с этой работой? Как то, что мы называем совпадениями, в действительности организуется Парамчайтане? Как я привела вам пример вчерашнего дождя? Он пришел и ушел. У него есть мудрость. У него есть врожденное знание, что я сижу здесь, что должна начаться программа, и он останавливается. Цветы знают меня. Вы не знаете, но когда мы приобрели, они не были такими большими. Я ничего не делала с ними, но они стали расти, расти, распустили, став такими, какими вы сейчас видите. Можно задать вопрос, мать, откуда они знают? Потому что они естественны. Мы же неестественны. Мы приняли так много искусственных вещей, которые теперь являются неотъемлемой частью нашей жизни. Существует их великое разнообразие, но все это не является необходимым. Все эти глупые практики, которые мы приняли, иногда не дают нам приблизиться к чистому знанию. И когда нет чистого знания, нам неизвестно ничего из того, что происходит. Мы просто пугаемся из-за каких-то мелочей, расстраиваемся из-за чего-то. И это очень удивительно видеть, как сахаджа-йоги расстраиваются. предположим, есть сто человек, среди которых существует какая-то проблема. Если мы сахаджа-йоги, мы должны только лишь наблюдать и видеть их. Если же мы не можем этого делать, тогда мы не сахаджа-йоги. Но это никакая-то практика, когда, скажем, если вам нужно получить благословение от Шивы, вам предписывается сто восемь раз произнести его имя. Так не годится делать. Ему не нравится это. Понимаете, никому не нравится такого рода причитание. Если кто-то придет и будет постоянно у вашей двери произносить ваше имя, вы прогоните его. Это неприемлемый способ, это неправильное отношение, когда вы постоянно произносите чье-то имя с тем, чтобы это божество помогло вам. Прежде всего, вам надлежит стать достаточно мудрыми для того, чтобы понять, что вы являетесь неотъемлемой частью Парам-чайтани. И этим будет сделано все. И это понимание приносит такие прекрасные результаты, конечно, некоторым людям приходится тяжело. Я не говорю, что у них не будет этих трудностей, но это не трудности, потому что если вы едины с Парам-чайтани и вы знаете, что это она делает вашу работу, тогда вы не испытываете той тяжести или той болезненности или чего-либо иного. Я не знаю, что сказать всем тем людям. Включением одного. Верите ли вы в Парам-чайтанию? Она знает, что нужно делать. Она знает, что необходимо исправить. Она знает, что нужно сказать. Понимаете, она может создавать поэзию, она может создавать музыку, она может создавать все, но оставляете ли вы все Парам-чайтани? Это второй момент, касающийся мудрости. Есть ли у вас мудрость, чтобы оставить все Парам-чайтани? Убедившись в диспособности этого, также и на практике. Был случай с одной женщиной, ехавшей в своей машине и обнаружившей, что у нее отказали тормоза, и не знавши, что ей делать дальше, когда у нее больше не работают тормоза. Это произошло в Германии. Соседние машины ехали очень быстро, и она не знала, что ей делать. Она положила голову на руль и сказала, «Я оставляю это Парам-чайтани». В действительности она сказала, что оставляет это мне, но это одно и то же. Что же произошло, когда она сказала это? Она говорит, «Мать, я не знаю, что произошло. Когда я подняла голову и обнаружила, что моя машина оказалась на той полосе дороги, на которой не было никакого движения. Все машины проносились мимо, но каким-то образом моя машина оказалась перенесенной туда очень легко какой-то силой. Так что мудрость лежит в понимании работы Парам-чайтани, в понимании того, как она направляет вас, как она помогает вам, как она предохраняет вас, как, полагаясь на Парам-чайтанию, вы можете продолжать жить очень счастливо. сахаджа-йога. Я думаю, что в сахаджа-йоге мы утратили очень мало сахаджа-йогов. Они живут долго, они не умирают. И если вы поинтересуетесь их опытом, вы будете очень удивлены тем, как это получается. Если же они не хотят жить, они могут уйти. Но если они хотят жить, тогда Парам-чайтани берет дело в свои руки, они могут долго жить. Но долго жить не означает, что вы постоянно беспокоите себя тем, что вы будете делать со своими деньгами, как вы будете жить, каков будет источник ваших доходов. Если все эти бессмысленные беспокойства будут у вас, тогда Парам-чайтани скажет, хорошо, беспокойся и дальше. Если ты постоянно беспокоишься, что же, продолжай беспокоиться, тогда не имеет значения то, что произойдет. Чему надлежит быть, то и произойдет. Но Парам-чайтанья может вмешиваться в ход событий в том случае, если вы оставляете все ей. Люди часто говорят, оставь это Богу, предоставь это Богу, но я не знаю, кого они имеют в виду под словом Бог. Бог здесь означает Парам-чайтанья. Бог означает Божественная сила, которая делает всю работу. Итак, мы можем увидеть мудрость еще под одним углом. А именно, мы должны понять, что буквально каждая частичка этого мира была создана Божественной силой. Божественной силой. И что эта частица и все остальные частицы находятся под полным управлением и контролем Парам-чайтанья. Ничто не сдвинется с места до тех пор, пока Парам-чайтанья не приложит к этому свою работу. Все так глобально связано, так хорошо организовано, что люди даже не могут осознать, что они делают и что им нужно было делать. Вы обнаруживаете, что что-то происходит и масштабы этих событий самые разные. Предположим, сейчас что-то происходит в Америке. Просто попытайтесь определить, что сделала Америка другим странам. И немедленно вы получите ответ. Но также Парам-чайтанья берет на себя полную заботу о людях, которые верят в нее, которые все отдают в ее руки. Мы полагаемся на полицию, на врачей, на гражданских служащих, на гражданских специалистов, ожидая от них каких-то действий. Но они могут ошибаться. Они могут создавать проблемы. Предоставив же право действовать Парам-чайтанья, результаты будут просто замечательными. Я видела, как в течение всей моей жизни она работала на меня. Я строила дом в Пуне. И нам надо было зацементировать площадку, очень большую площадку, для чего требовалось приблизительно 300 мешков цемента. я приобрела цемент и наняла людей. Они сказали, нужно начать работу рано утром, а окончена она будет следующим утром, то есть через 24 часа. Я сказала, хорошо. Примерно в 5 часов вечера я сказала, пойдемте туда, работа уже окончена. Откуда вы знаете? Я знаю, давайте пойдем и посмотрим. Представьте себе, работу, которую они должны были закончить еще через 12 часов уже было выполнено и все рабочие ходили вокруг без дела. Все говорили, мать, это чудо, как можно было за такое короткое время зацементировать такую большую площадку? Я ответила им так, чтобы они смогли понять, должно быть, это Хануман проделал эту работу, но все эти божества являются неотъемлемой частью Парам Чайта. Сегодня вы поклоняетесь матери. Поклонение матери должно быть самым большим, потому что все эти божества и все остальные божественные силы это ее дети. Они выполняют ее команды, ее желания. Поклонение матери хорошо отображает история с Ганешей, которую вы знаете. Его мать сказала, тот, кто три раза обогнет Мать-Землю, получит от меня подарок. Шри Ганеша в своей мудрости подумал, кто более велик по сравнению с моей матерью? Кто? Потому что он знал, что не сможет победить своего брата, транспортным средством, которого был павлин. Он задумался, как же мне обогнуть ее и победить своего соперника? Самое лучшее прибегнуть к мудрости. Моя мать более великая, чем что-либо еще. Поэтому он объехал три раза вокруг своей матери и получил приз, в то время, как его брат все еще летал. А когда он вернулся, то обнаружил, что подарок его уже потерян. Поэтому я скажу вам вновь и вновь, вам помогает мудрость, мудрость предоставить все Парамчайтане. А это что-то такое, что очень тяжело понять современному человеку. Он не может вычислить, сколько будет дважды два, здесь он так плохо из-за этих компьютеров и тому подобных вещей. Он абсолютно безнадежен, что касается каких-либо математических расчетов. Я должна сказать, что не знаю, как обращаться с компьютером или калькулятором, но если вы спросите меня, сколько будет в результате какой-то математической операции, я отвечу, столько-то, и ответ будет точным. Я так уверена в этом. Уверена в том, что ответ может быть только таким и никаким более. И у меня это всегда получается. Конечно, иногда, если я хочу преднамеренно исказить результат, чтобы ввести в заблуждение человека, я могу сказать что-то неточное, но обычно я знаю точный результат. Я знаю его не так, как обычно знают люди. Я просто знаю и все. Просто знаю. Я не говорю, что вы выработаете свое знание до такого уровня, что также сможете делать это. но это вопрос вашей мудрости. Если вы начнете пользоваться своей мудростью, она всегда пригодится вам. Что бы вы ни делаете, думайте о мудрости. Вот мой совет вам, как ваша мать любит весь мир, любит всех вас и заботится о тех, кто еще не получил реализацию. так же и вы должны стараться создать больше людей для Сахар-джа-йори. Но если при этом вы начнете вести себя так, что постоянно будете говорить, ты блокирующийся здесь, ты пхут, ты это, ты то, то вы должны знать, что я никогда никому никому не говорю ничего подобного. Поэтому вы не должны говорить таких слов. в этом нет любви, нет понимания. Понимание того, что вы были точно такими же, как и этот человек, а сейчас у вас есть знания. Поэтому вы должны использовать свои знания для того, чтобы исправить этого человека, а не для того, чтобы унизить его. И это исправление происходит не на словесном уровне. Только лишь посредством ваших вибраций вы можете исправить другого человека. Я видела, что иногда работа с Ахар-джа-йори большей частью останавливается из-за того, что мы слишком методичны, мы превращаемся в великих учителей, начинаем рассказывать истории людям, а затем им это надоедает. Поэтому, как я сказала, когда вы имеете дело с другими людьми, вы должны распространять знания. Это очень важно. Мы не можем его хранить только для самих себя. Но нельзя делать это ради честолюбия, ради лидерства, ради какого-либо признания. Мы должны использовать свою мудрость, свое знание, потому, что мы хотим помочь другим, из-за любви, а не для какого-либо признания, какого-либо положения, ничего такого. Мы хотим делать это только лишь потому, что мы любим. И я уверен, что это будет работать очень эффективно. и тот или те, кому вы поможете, будут обязаны вам, потому, что они найдут истинное знание. Но, предположим, к вам приходит кто-то и говорит, «Я знаю, что такое истинное знание». Вы говорите, «Возможно, и знаете, но мне нужно выяснить, что вы знаете». Когда вы скажете ему это, он прочитает вам большую лекцию, но вы просто улыбнётесь и скажете, «Нет, это не то». Истинное знание – это неотъемлемая часть вашего существа. Оно находится в вас. Оно не есть какая-то конкретная информация, которую вы получили в результате чтения или достигнутого вами понимания осталась ведом вас. И у вас есть этот свет. Чтобы он был, вам нет необходимости быть высокообразованным или очень умным или высокопоставленным человеком. Нет необходимости. Важно то, сколь чистое у вас сердце. Оно находится в сердце. Представьте себе, все остальное знание находится в мозгу, в то время как чистое знание находится в сердце. Очень удивительно. Мы не знаем также и того, что фактически сердце управляет нашей головой. вокруг сердца имеется семь аур, которые контролируют наш мозг таким образом, что мы действуем так, как того желает Парамчайтана. До тех пор, пока ваше сердце не станет чистым, до тех пор, пока в вашем сердце не появится прекрасный образ очень чистой личности. вы не сможете ничего делать, пребывая только на ментальном уровне. А если правит ваше сердце, тогда оно должно быть очень чистым и чрезвычайно мудрым. Вот вопрос, который вы должны задать себе. Является ли ваше сердце мудрым? Например, чрезмерная привязанность к кому-то отождествления с кем-то показывают, что ваше сердце нечистое, у него так много привязанностей. Откройте свое сердце полностью. Вот почему говорят, что богиня пребывает в сердце, в центральном сердце. Она пребывает в центральном сердце, поскольку она столь сбалансирована. Она пребывает в центральном сердце как шахти. И она дает вам все, чего вы хотите. Она устанавливается внутри вас, как вам известно, и шлоки, в различных формах, как знания, как память, как сон, а также как иллюзия, Абхаранти. Она та, кто вводит нас в иллюзию, потому что мы еще не являемся вполне совершенными. Мы должны стать парипаква, что означает совершенно зрелыми. Совершенно зрелыми. До тех пор, пока мы не станем зрелыми, сама мать вводит нас в иллюзии и играет с нами, с тем, чтобы мы научились быть мудрыми. поэтому нужно понимать, что она играет с вами, и вам нужно стараться проявлять большую осторожность, чтобы не впасть в ее майя, потому что если она помещает вас в майя, вы будете постоянно ходить кругами и не достигнете ничего. Так что эта сила Бхранти также очень важна. Это иллюзия или же драма, которую она создает, выявляет вашу глупость, которую может удалить этот Бхранти, который она создает. Эта сила Бхранти существует из-за того, какими являются люди, из-за того, что они не понимают, если им прямо говорить о чем-то. Поэтому ей нужно ходить и ходить кругами вокруг них, пока они не достигнут понимания того, что эта игра матери вывела их на этот берег мудрости. Поэтому нам важно понимать, что Парам Чайтанин сделала так много для нас. Наша аромат сделала так много для нас. Что же мы сами собираемся делать для того, чтобы полностью просветить и развить все те силы, которые она дала нам? Что мы сделали до сих пор? Здесь не нужно предпринимать никаких действий как таковых. Нужно лишь выработать глубокую преданность, глубокое понимание. И эта глубина достижима, абсолютно достижима, потому что сейчас вы находитесь на пути к своему совершенству. Итак, сегодня, Кабелле, последнее в этом году пуджа, я хочу сказать вам, как мать, вы все должны полагаться на Парам Чайтанин. Это очень важно. Также у многих есть привычка отвинять в чем-то другим, как я заблокировался из-за этого человека, я заблокировался из-за того человека. Вы блокируетесь только лишь из-за самого себя. Все такие представления не принесут вам пользы. Открыто смотрите на самого себя. И открывайте себя. Вы должны сделать себя совершенными. Это жизненно важно, потому что в это решающее время люди считают, что должно произойти что-то великое. Я не знаю, но по ним 2000-й год будет каким-то великим годом. Но все это созданные человеком цифры, 2000-летие, 3000-летие. Но поскольку я была предсказана многими людьми, возможно, благодаря вашему пониманию и вашей мудрости, я уверен, что-то великое может произойти в этом мире, и возможно будет достигнут должный уровень понимания духовности. Потому что это последний суд, и в этом последнем суде вы должны играть весьма жизненную роль, которую, я уверен, вы можете сыграть, если решите достичь чего-то ради своего же будущего. Да благословит вас Бог! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!